Здравствуйте, ребята! Решил выложить отрывок из прошлого выпуска отдельным видеороликом, ведь некоторые биткоин-холдеры могли его пропустить. Чтобы охватить всю целевую аудиторию именно в лице биткоин-холдеров, я выкладываю это отдельным видеофайлом. Питер Шиф сказал также, что ожидает большой вытрески перед продолжением роста биткоина. Он говорит, что на рынке сейчас слишком много людей, и для того, чтобы биткоин рос и дальше, нужна кровь на улицах. То есть просадка, причем масштабная. Давай обсудим прямо сейчас возможность этой просадки. Давай перейдем к графику биткоина. Здесь я нашел один очень интересный паттерн, который в прошлом повторялся 4 раза. И только лишь в одном случае сценарий не повторился. Я говорю про вот этот случай в 2013 году, когда цена биткоина после массивного забега потерпела вот этот крах. Тогда она стремилась именно к этой 50-дневной среднескользящей. Но не дотянуло до нее совсем немного. И затем образовался второй пик в этом растущем цикле. Да, в этом растущем цикле было 2 пика. Один локальный и другой окончательный. И я уже давно говорил о том, что возможно, былран 2021 также будет иметь 2 пика. Если ты смотришь мои видео, ты помнишь об этом. Но давай рассмотрим остальные 3 случая, которые случились после этого. Собственно говоря, именно в конце 2013 произошел первый такой случай. После параболического роста цена биткоина перешла в такое же параболическое падение, которое нащупало поддержку именно на этой 50-дневной среднескользящей, откуда мы наблюдали вот этот отскок, который составил 101%. Что произошло после этого? Биткоин провалился ниже этой 50-дневной среднескользящей и ушел в следующее нисходящее движение, которое составило 71,5%. Вот эта ситуация обычно называется бычьей ловушкой. Давай рассмотрим вторую ситуацию, которая произошла в конце 2017-го, в начале 2018-го года. Она абсолютно такая же. После массивного роста биткоин переживал не менее массивную коррекцию вот здесь, которая закончилась как раз тем, что цена биткоина нашла поддержку на 50-дневной среднескользящей, от которой и отскочила вверх на 60%. После этого цена биткоина пробила 50-дневную среднескользящую и ушла в новое нисходящее движение, которое составило тоже около 60%. И наконец последняя такая ситуация случилась летом 2019-го года, когда после вот этого массивного забега цена биткоина пережила не менее массивную коррекцию вот здесь, которая в итоге нашла поддержку именно на 50-дневной среднескользящей, от которой и отскочила вверх на 63%. После этого цена биткоина пробила 50-дневную среднескользящую и ушла в новый нисходящий тренд, потеряв 55%. Как мы видим, все эти три ситуации очень сильно похожи. И что же происходит прямо сейчас? После массивного параболического роста цена биткоина перешла в коррекцию, которая нашла поддержку как раз таки на 50-дневной среднескользящей, от которой цена биткоина и отскочила и уже выросла на 63%. Очень сильно похоже на те три ситуации в прошлом, которые я только что тебе показал. Напоминаю, таких ситуаций за всю историю биткоина было 5 штук, и пятая это та, в которой мы сейчас находимся. И случившейся четырех в прошлом, лишь одна отыграла в сторону роста, все остальные были в сторону падения. Это та самая ситуация, когда в этом растущем цикле было две вершины. Если мы посмотрим на модель с talk-to-flow ratio, то увидим, что единственная такая ситуация, которая отыграла в сторону роста, выглядела на этой модели вот так. Она не добралась до пика цикла, точно так же, как это не произошло сейчас, в отличие от остальных ситуаций. Кроме этого, основные индикаторы также выступают больше за быков прямо сейчас. Это MACD, RSI, T3CCI, а также тот самый хэш-рибонс. Если ты помнишь, в прошлых выпусках мы говорили о коррекциях по Fibonacci. Мы обсуждали то, что цена биткоина должна оттолкнуться от уровня 0.382 по Fibonacci и после этого вырасти до уровня 0.618 по Fibonacci. И уже здесь решать, в какую сторону она должна идти. Так что, как минимум, до уровня 0.618 по Fibonacci, это около 50-51 тысячи долларов, цена биткоина должна вырасти перед тем, как может потенциально случиться коррекция. Ну и самый главный критерий, чего нам ожидать, роста или падения, можно определить следующим образом. Отметь, что из трех из четырех прошлых ситуаций, если 50-дневная вот эта средняя скользящая не удерживалась в качестве поддержки, то цена биткоина искала эту поддержку уже на 200-дневной средней скользящей. Так это было вот здесь. Также это произошло и вот здесь. Смотри, куда ушла цена до 200-дневной средней скользящей. Также это произошло и здесь. Именно 200-дневная средняя скользящая вместо 50-ти была поддержкой. Но вот здесь именно 50-дневная оказалась поддержкой. Именно поэтому цена биткоина не ушла ниже. Что это значит? Это значит, что прямо сейчас очень важно, чтобы именно эта 50-дневная средняя скользящая выступала в качестве поддержки, если мы не хотим увидеть большого провала цены биткоина до 200-дневной средней скользящей в обозримом будущем. Если же это 50-дневная точно так же, как в 2013 году окажется сильной линией поддержки, то мы увидим продолжение роста уже от нее. Поэтому хорошие новости. Рост в любом случае будет. Вопрос лишь в том, откуда от 50-дневной или от 200-дневной средней скользящей. Но если ты холдер, а не трейдер, тебя это вообще не должно волновать в принципе. Редактор субтитров А.Семкин